Перхоть доставляет человеку не только физические какие-то неудобства, но еще и эстетические, и психологические. Что это за напасть такая перхоть? Перхоть это проявление сиборейного поражения кожи. Достаточно серьезная, достаточно капризная. Давайте немножечко сейчас попробуем разобраться, что такое сиборей и что такое перхоть. Да, потому что очень многие люди отождествляют эти понятия, но это не совсем одно и то же. Потому что сиборея это отдельное заболевание, а перхоть это как просто симптом, проявление. Сиборея это заболевание сальных желез кожи. То ли это гипофункция, сухая сиборея, то ли гиперфункция, жирная сиборея. Жирная сиборея бывает густой и жидкой, в зависимости от состояния кожного сала. И бывает смешанная сиборея. А перхоть это сухая сиборея или одно из проявлений сиборейного процесса. Вячеслав Васильевич, Вы сказали, что сиборея может быть жирной и сухой, а перхоть исключительно сухой. То есть жирной перхоти не бывает. Но перхоть это шелушение. Поэтому шелушение бывает и при жирной сиборее. Сухая сиборея это, если смотреть на кожу, сухая, пересушенная кожа, высушенная. Большое количество мелко-крупно-ячеистых, зернистых или пластинчатых шелушений. Иногда они сбиваются в достаточно большие конгломераты. А иногда бывает очень много мелких. Как снежинки, усеяна все спина, особенно если волосы густые у человека. А от чего зависит мелкая перхоть это или крупная? Процесс изменения кожи или смены самого верхнего рогревающего слоя бывает, допустим, в течение двух-трех недель. Самые верхние слои постепенно истончаются, измельчаются под воздействием всевозможных микроорганизмов, которые помогают в этом. Есть на поверхности, присутствуют на поверхности клеток. И тогда шелушение мелкое, 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 но практически незаметное, как пыль. Оно есть у каждого человека. Мы его смываем, когда приводим в порядок голову, моем голосы. Если появляется шелушение обильное и крупное, это уже говорит о том, что появились признаки склеивания вот этих меленьких частиц. На коже появляются более крупные пластиночки. Вот это и есть перхоть. А кто наиболее подвержен образованию перхоти? Мужчины или женщины? Да вы знаете, наверное, в одинаковой степени подвержены и те, и другие. Видимо, все зависит от местности. Среди городского населения будет больше больных сиборейным процессом. Среди сельского населения, на мой взгляд, меньше будут таких, меньше стрессов, меньше проблем с пищеварением, которые тоже не последнюю роль играют в образовании сиборейного процесса. То есть половая принадлежность не играет? Вы знаете, ни расовая, ни половая принадлежность большой роли не играет. Вот юношеский возраст, да, здесь по годам, если сделать разбивку, то больше сиборей у юношей, нежели у девушек. А дальше все абсолютно одинаково. Как выглядит перхоть? Основные симптомы? Небольшие разнокалиберные пластиночки, то есть самый-самый-самый наружно-рогревающий слой эпидермиса, которые в большом количестве присутствуют на коже. Они могут быть на коже волосистой части головы, могут быть на лице, на границе лба и волосоного покрова. Много перхоти бывает в височных областях, в теменной области, в затылочной области. Вот основной признак – это разнокалиберные мелкие, средние и крупные частички кожи. А зуб бывает при перхоти? Ну, без сомнения. Последствием воздействия олеиновой кислоты, которая вызывает раздражение на коже, появляются очаги гиперемии, то есть покраснения, вызывающие достаточно активный зуб. То есть красные пятна на коже при перхоти, в принципе, это, ну, можно так сказать, выразиться норма? Ну, конечно. В изначальном периоде, в самом начале, когда появляется просто перхоть, когда появляется избыточное количество вот пластиночек эпидермиса, в тот период очагов гиперемии может и не быть. А основным проявлением является вот шелушение перхоти. Следует помнить о том, что если появилась перхоть, откладывать в долгий ящик визит к доктору не стоит. Если не уделить перхоти должного внимания, каким последствиям и осложнениям это может привести? Ну, я уже сказал о том, что появляются очаги раздражения, появляется дерматит, появляется и аллергический дерматит в том числе, потому что постоянное присутствие есть очага раздражения. Перхоть может стать причиной ломкости волос? Без сомнения. И не только причиной ломкости, а и проредение, и выпадение, и облысение, вплоть до тотального облысения. Почему? Потому что дальнейшее большое количество перхоти начинает в определенный момент закупоривать выводные протоки. Перекрывается, скажем так, поступление кислорода к луковице, извините, к луковице волосяного фолликула, где, собственно, зарождается сам волос. И вот волосы начинают истончаться, недостаток кислорода в луковице, то есть рост волоса замедляется. Волосы приобретают вид блеклый, тусклый, истончаются, и выпадают. Каких профилактических мер следует придерживаться, чтобы избежать вот этих вот всех негативных последствий, которые вы перечислили? Волосы должны быть ухоженными и помыты. И голова точно так же, волосистая часть головы, должна вся быть в чистоте. Не следует пренебрегать известными правилами. Мой по мере забрязнения. Но и переусердствовать тоже нельзя. Мыть два-три раза в день голову зимой нет необходимости, на мой взгляд. Слишком частое мытье может привести к обратной проблеме. Питание должно быть, прежде всего, достаточно правильным. Режим труда и отдыха нужно соблюдать. Нужно обязательно помнить о том, что слишком частый прием сладкой пищи, жареной пищи, жирной пищи приводит к образованию гиперфункции сальных желез. А это уже сиборея жирная.